На собрании Еврокомиссии была поднята тема о выделении Черногории 1,3 млн евро. Общая цель программы по содействию укрепления верховенства права является подготовка страны к вступлению в Шенгенскую зону. Как отмечается в документе о содействии укрепления верховенства права в Черногории, основное внимание будет уделяться поддержке органов государственной власти, а также предоставление высококачественных услуг гражданам и бизнесу. После подписания контракта объем финансирования составит 1,3 млн евро. Срок осуществления плана 3 года. Если говорить именно о вступлении в Шенгенскую зону любого государства, здесь плюс только один большой, то что действительно внутри этого пространства перемещение граждан становится более свободным, практически неограниченным. Черногория оставалась основным туристическим направлением для россиян. Только в ноябре прошлого года страну посетило около 100 тысяч российских туристов. Российским гражданам, чтобы попасть в Черногорию, виза была не нужна, но теперь с принятием контракта все поменялось. В целом нужно отметить, что любая тенденция, которую сегодня Черногория реализует на пути, будь то в Европейский союз, будь то по участию блока НАТО, будь то присоединение к антироссийским санкциям, оно, конечно, никак позитивно на российско-черногорских отношениях отразиться не может. Черногория до 2006 года входила в состав Сербии. Туризм в Черногории с 1980-х годов становится популярен, а вскоре и вовсе превращается в одну из ведущих отраслей экономики страны. Поток иностранных путешественников вырос на 39% в 2009 году. В настоящее время половина бюджета поступает за счет туризма. Но будет ли все так же после вступления Черногории в шенгенскую зону? Если мы посмотрим на ту позицию, которую Черногория сегодня, например, занимает в отношении России, то она получит и те же самые проблемы, которые сегодня имеет Евросоюз. Ну, в частности, в сфере энергетики. Поэтому сказать о том, что вот это будет благотворный процесс для Черногории, вот так вот, что если при сохранении санкций, полностью придерживаясь курса Брюсселя, я думаю, что полностью позитивной тенденции не будет. Россияне с ноября получают шенгенскую визу вне упрощенного режима. Это значит, что виза стала дороже и увеличилось время получения визы. Цена выросла с 35 евро до 80, а срок действия уменьшился под даты поездки. Для сравнения, в 2019 году в Черногории россиянам можно было пребывать около 90 дней без шенгенской визы. Как отмечают аналитики, уже к 2025 году Черногория войдет в шенгенскую зону, а это сильно ударит по притоку российских туристов в страну. В целом политика Европейского Союза, в том числе и с точки зрения шенгена, она направлена на то, чтобы любыми путями затруднить продвижение российских граждан как туристов. Доступ туристов в Черногории, конечно, будет более сложным. Согласно описанию контракта, главной целью является помощь Министерству государственного управления Черногории эффективно и рационально осуществлять стратегию реформы государственного управления на 2022 по 2026 годы и план ее реализации. Николай Саховский, Аделина Абдрахманова, Универньюз.